Ну, что-то комментировать. Ведя 2-0, конечно, допустили ошибку. Одну, потом вторую. Ну, как бы футбол состоит из ошибок. Во втором тайме хотели, наверное, выровнять ситуацию. Но после удаления, немножко, наверное, поиграв минут 10, начали избиваться на футбол, который мы не хотим видеть. То есть пошли какие-то передачи непонятные, неподготовленные в первую очередь. Много потерь невынужденных, где надо, не обыгрывали. Ну, это касается, наверное, именно то, что по игре. Если говорить еще что, ну что, надо опять же собраться и дальше готовиться. У нас еще очень хорошие игры сейчас непосредственно с нашими прямыми конкурентами. Я думаю, это проявляется наш характер и как мы можем дальше участвовать в борьбе за призовые места. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Да, показалось, что Егор Хаткевич не вошел в игру после вынужденной замены. Комментировать? Ну, показалось, наверное, не вошел в игру. Допустил ошибку, конечно, там можно было попроще сыграть. Но это психология, которая, может, играла какую-то роль. То есть, может, не были готовы к такому событию, что мы получили на первой минуте сразу же травм от нашего... То есть, наш голкибер получил травму. Что случилось после вашего второго взятия? Минутная расслабленность. Вы имеете в виду, когда мы пропустили первый гол? Когда забили второй и за 6 минут два мяча пропустили. Ну, я же вам говорил, это ошибка, может быть, которая стоила нам немножко психологически надлома. То есть, было 2-0, как бы в большом счете была равная игра. В этом плане, что мы знали, как действует Ислыч. То есть, это такая амбициозная команда, которая любит очень много играть в корпус, фалить. То есть, такая все время назаряжена. То есть, тренеры их все время заряживают на борьбу. На такую именно откровенную. Ну, а то, что, говорите, мы за 2 минуты пропустили мяч, я же вам сказал, вы сами ответили. То есть, мы допустили невынужденную ошибку. Может быть, нам не хватило в этих моментах концентрации при особенно пропуске второго гола гола. То есть, наверное, такие вот моменты.